Об искусстве просто и интересно. Артлик Бес от известного иркутского блогера Анастасии Сосновской. Доброе утро, город! В эфире Анастасия Сосновская с Виктором Васнецовым. Думаю, абсолютно каждый человек в нашей стране знает работу этого художника. Три богатыря, Витязь на распути, Иван-царевич на сером волке. Но среди прочих работ меня больше всего чарует спящая царевна. Творческий путь этого художника начинался с живописи бытового жанра в духе передвижников. Посмотрите, в этих картинах невозможно узнать руку известного вам автора. Позже художника увлекли сказки и былины. Никто и никогда не раскрывал так глубоко станковой живописи тему русских сказок. Васнецов единственный в этом роде. Его современники считали тему не серьезной, а работы поверхностными. Спящую царевну Виктор Михайлович писал в последние годы жизни, когда ему было далеко за 70. Советская власть назначила ему хорошую пенсию, и художник мог работать в свое удовольствие, не заботясь о коммерческом успехе своих картин. Все части полотна до того красивы и полны деталей, что хочется показывать их отдельно. Здесь на полу спит медведь, справа под скамьей зайцы лиса. На ветке ели сидят три попугая. С ноги царевны упала туфелька. Над царевной два образа, мужской и женский, как символ ее спасения. Над образом изображены птицы. В ногах у царевны можно заметить еще одну спящую девушку. Девочка на картине босая, но медведь и полы присыпаны листьями, а значит, уснули они еще летом, а сейчас уже наступила осень. Все кругом украшено русскими орнаментами, и они – предтеча модерна. Воснецов пережил революцию и относился к этим переменам резко отрицательно. Поэтому существует предположение, что на картине не просто уснувшая царевна, а спящая Русь. Как и на сказательной рассе, заколдованная, без чувств и сознания, спит и не ведает, что происходит вокруг. У меня на сегодня все. До встречи через неделю. Пока-пока.